Здравствуйте, я Наталья Кичина и наш проект «Мы встретимся». Сегодня у нас необычная программа, она будет полностью посвящена трагедии 53-летней давности. Официальные власти пытаются стереть этот эпизод из истории. Мы просим вас как никогда внимательно посмотреть сюжет. И если вам что-либо известно об этой самой крупной железнодорожной катастрофе в истории Красноярского края, звоните нам. На кладбище станции Минина огромнейшая братская могила, памятник без каких-либо подписей, поросшая мхом лавочка. Могила не то чтобы совсем заброшена, но видно, что теперь люди здесь бывают нечасто. К забору приделано только пять табличек, на них девять имен похороненных, четверо из которых – дети. Алешина Галина Лукьяновна погибла в возрасте 13 лет. Хатееву Юрию было 14, Анатолию Малигловка – 12, ВП Шугаеву – 11. Дата смерти у всех одна – 2 июня 59-го года. Здесь двое. Газеты, датированные 59-м годом, бодро рапортуют о 11-м Красноярском городском слете пионеров, приуроченном к окончанию учебного года и Дню защиты детей. Дата 2 и 3 июня. Цинизм в том, что именно в это время на железной дороге разгребали останки детских тел. Делегация пионеров из Абакана, лучших детей, отличников, спортсменов, активистов, возвращалась в поезде, видимо, именно с этого слета. 2 числа, примерно в 9 вечера, поезд Красноярск-Абакан тронулся с ЖД вокзала. Проехал станцию Минина, что произошло примерно в полутора километрах от нее, мы знаем только со слов свидетелей. И вот этот, значит, Абакан дошел до Сюдова, остановился, ему стал красный сигнал. Старожилка Минина Бабакатя рисует нам примерную схему, как произошла катастрофа. В 59-м году Екатерине Ивановне было 35 лет. Всю жизнь проработала на железной дороге и прожила рядом с ней. Как говорили очевидцы, по направлению к Минина, на подъезде к станции на четном пути стоял наливной пояс с истернами горючего. Вслед ему двигался еще один товарняк, которому по какой-то причине дали зеленый свет. Столкновение, мощнейший взрыв, пожар. По не иначе, как мистической случайности, именно в этот момент на встречном нечетном пути двигался пояс с детьми. Вот это место тут подменено сложное, крутой поворот, из-за которого не видно происходящего за ним. Машинист, видимо, просто не успел хоть как-то среагировать. Мы смогли дойти до этого места, потому что там было уже зарево горело, в той части. Это в километр, где вон дома, в той части. Виктору Индрикову в 59-м году было 10 лет. С мальчишками он играл на улице, тоже рядом с дорогой. Когда дети услышали взрыв, побежали на этот косогор из любопытства. Но дальше случилось такое, что осталось в памяти на долгие годы. Черное зарево стало подниматься быстро-быстро вверх. Толщиной может быть очень черное-черное такое. Вверх поднимается, поднимается, поднимается вверх. А потом вверху, наверное, на расстоянии 300-400 метров, оно как бы раздвинулось напополам. И из середины вышло огромное красное солнце. И вверх, таким зарево. Ну вот, как съемки показывают, бочка взрывается. Красное. Два, по другой версии, три вагона поезда сбросило с пути. Они перевернулись, и дети, по сути, оказались в ловушке. Выйти-то было невозможно. Отец Виктора работал железнодорожником. Его, как и многих, сразу вызвали на место трагедии. Разгребать завалы и спасать тех, кого еще можно было спасти. Он рассказал, что в вагонах люди, когда метались, там не все, где-то это, к выходу, потому что вагон был перевернутый, окна вверху, старались к проходу. Проходу, и у прохода они погорели. А их на это, с тела вытапливалось, и скапливалось это все в вагонах, человеческий жир. У Светланы Карпенко машинистом был отец. Его тоже сразу мобилизовали на место трагедии. Он был в самом эпицентре, в горящих вагонах. Там просто вот штабелями на обочине вот так вот вытаскивали детей, уже сгоревших, задохнувших. И увозили сразу. В Козольку привозили. На вокзале, на столах начальника вокзала, пострадавшие лежали. Кто в больницу, в Красноярске, в госпитале. Цистерны с нефтью загорались, взрывались одна за другой. Их было почти 20 штук. Пылались земля и лес. В дикой панике, кто еще мог, покидали вагоны. Обгоревшие, без одежды, бежали по путям, прыгали в лес. Хоть Вере Иосифовне было тогда 9 лет. Эту картину она тоже запомнила на всю жизнь. Я до сих пор даже помню женщину, которая бежала с места аварии. Она была вся окровавленная. Вот я ее очень хорошо запомнила. Босиком она бежала. Ну, страх был панический. Когда вот это зарево, когда, понимаете, полнеба зарево с черным дымом. Это был очень панический страх. Валентине Анатольевне в 59-м году было 20 лет. Студентка наехала домой на летние каникулы. Села в поезд «Красноярск-Абакан» в общий вагон. Вагонов, говорят, было 12. Все в основном общие, забиты людьми под завязку. Она сидела на боковом месте. Проехав мини на поезд остановился. Сильный толчок у Валентины сразу отключился слух. Все происходящее далее она видела, как в немом кино. А потом смотрю в окно, насыпь ко мне приближается. И быстро стало тепло становиться. Вот ощущение тепла я помню очень хорошо. Но в этот момент я посмотрела, люди все неслись в выход туда, куда мы входили. И там была такая толпа, кошмар один. Но я ничего не слышала ушами. Вот можете себе представить. Уши мне были отключены кем-то, чтобы я эту панику вообще не слышала. Люди стали ломиться к выходу. Страшная давка. Валентину же, говорит, понесло в соседний вагон. В разбитое окно выпрыгивали люди. Она тоже выпрыгнула. Ни единой царапины, ушиба, ожога. После той истории она вообще уверилась, у нее лично есть ангел-хранитель. А вокруг же была страшная картина. Я вижу длинные составы, не наши, и один наш, и все горит. И включился звук у меня. И я услышала, как горит нефть и солярка. Это такой гул стоит. Чернющие столбы к небу идут. На насыпь упали 10-й вагон и 11-й, вот так, стеклами. А с этой стороны нефть накрыла стекла. И все в ловушке, кто был эти общие вагоны, они битком набиты до бакана. Там все же, мы все были бедные. Вот их накрыло всех. Две девочки были в тамбуре стояли, я их видела. Вот кто в тамбуре, эти девочки две были с 10-го вагона, они спаслись. Машинист сориентировался. Пять горящих вагонов были отцеплены. Оставшихся семь отводили по направлению к Козульке. Медленно, по дороге, собирая людей вокруг путей. На утро 3-го июня станция Минина представляла собой жуткое зрелище. Сразу запах человеческого мяса, он напомнился на всю жизнь. Потому что это были на селе не простыни, а туда таскали обгорелые тела, головешки. И колышки были так биты, и шнурками было обвязано. Мужчины одеты, значит, все. Ложили плащ в палатки вот такие большие эти. И таскали эти обгорелые трупы. Трупы были до чего обгорелые, там непонятно. Кусок какой-то обжареной мяса и все. Похороны погибших на следующий день происходили в спешном порядке. Территорию кладбища цепили. Туда пускали только родных и близких, которых срочно вызвали в Минино. Народа очень-очень-очень много было. И вот, значит, кто-то подошел к одному гробу. Только умел сказать, сыночек мой или там внучек мой, это ты тут или вы там. И тут падал, понимаешь, падал. И вот так вот только скорая их отвозила. Только скорая их отвозила, понимаете. Екатерина Ивановна говорит, тогда она насчитала 56 гробов. Но они были огромнейшие. Четыре человека с трудом опускали их в братскую могилу. Скорее всего, в каждом были останки далеко ни одного человека. Поначалу, говорят старожилы, на эти могилы часто приезжали люди. Но теперь, спустя полвека, очевидно, родители погибших детей уже либо нет живых, либо они совсем старенькие для переездов. В течение года мы обращались в архивы разных инстанций. Везде ответ был один. Никакой информации об этой трагедии нет. Нам хотелось бы получить ответы на вопросы. Почему произошла трагедия? Почему не разрешили вывести тела на родину и захоронили в братской могиле? И сколько всего людей погибло в этот страшный день? Государство сейчас помогает восстанавливать списки погибших во время войны, идентифицировать останки похороненных в братских могилах. А тут мирное время. И речь идет о сотне детей, погибших в страшных муках, заживо сгорев. Этот сюжет просим считать публичным официальным запросом к руководству всех архивов, где может храниться информация. ФСБ, железная дорога, транспортная прокуратура. Мы обращаемся также ко всем, чьи родственники пострадали или погибли 2 июня 59 года в Минино. Все, кто хоть что-то знает о трагедии, звоните нам. 2-65-45-00. Это была программа «Мы встретимся». Звоните нам по телефону 2-65-45-00. Пишите на сайт tvk6.ru. Рассказывайте свои истории, и мы непременно встретимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова